Из Саратовской области спрашивает, какое ваше мнение о ювенальной юстиции в России, насколько она опасна? Сама по себе юстиция, она опасна быть не может. Но опасность в другом. Есть определенные технологии, которые давно действуют на Западе. И несмотря на огромные проблемы в нашем обществе, возникают лобби, в частности в Государственной Думе, по прохождению того комплекса мер, который именуется ювенальной юстицией. О том, что такое ювенальная юстиция в действии, мы видим и на примере актрисы Захаровой, у которой отняли дочку по диагнозу удушающую любовь матери к ребенку. Или, например, недавно отняли мальчика у родителей в Финляндии. Мы тоже по телевидению имели возможность видеть. Таких случаев тысячи и десятки тысяч. В силу того, что никакие законы у нас не могут действовать отдельно от чиновников. Чиновники у нас чрезвычайно недобросовестны. Об этом говорит и президент, и премьер-министр и так далее. Поэтому для нас ювенальная юстиция явится проклятием. Потому что с помощью этих технологий будут просто у бедных семей отнимать детей. Это не просто опасно, это вообще Богу противно. Поэтому я считаю, что надо всеми доступными по закону нам средствами этому противостоять. Я когда был на слушании в Государственной Думе, почему-то в первом ряду сидели господа из Франции и Швейцарии. Я не представляю себе швейцарский парламент в каком-либо из кантонов, чтобы на первом ряду сидели русские, украинцы, белорусы, казахстанцы и внедряли какие-то законодательные технологии в Швейцарии. Совершенно очевидно, для меня было очевидно, я сам это видел, что в этом задействованы определенные силы. Я не могу поверить о нежной любви французских, швейцарских и других юристов к нашей родине, что они так вот озабочены вообще нашим процветанием. Тем более во Франции говорят, что только 8% детей имеет папу и маму. Это все плоды этой так называемой ювенальной юстиции. Поэтому законов достаточно. Если совершаются преступления в отношении к ребенку, есть достаточно количество и статей по этому поводу, и наши судьи вполне справятся.